Эх, Черчилль третий, да... Много на нем было побед и поражений. С этим Дикер Максом мы фармили кредиты на первую восьмерку. Ладно, хоть потом я узнал про сайт Водхаб. Ведь там большой ассортимент кейсов с танками и голдой, мгновенная отправка призов, промокоды и постоянные бесплатные раздачи. Более 300 тысяч пользователей. Ты сможешь прокачать свой ангар так же, как и я. Ссылка в описании. Всем привет, друзья! Мы катаемся на колесном ЛТ, на E-Berry 105 на 10 уровне, но в этот раз уже не на твинке, а на основе. И спешу с вами поделиться последними наблюдениями. Потому что если вы эту ветку до сих пор еще не качали, то возможно у вас в голове есть такое же представление, как было и у меня. Ну, мол, это, наверное, очень весело. Они быстрые, они не похожие на других ЛТшек. И наверняка подарят тебе такое количество удовольствия, которое не снилось нашим мудрецам. Но удивительно то, что с ростом уровня и в этой ветке удовольствия в них, ну, этого вот безрассудного и беззаботного, меньше, меньше и меньше с каждым новым танком. Первая где-то ощущается, наверное, на 9 уровне, на E-Berry 90, у которого пушка 90-миллиметрового калибра, с маленькой альфой и, ну, с не таким уж и большим пробитием. И она не ощущается какой-то вот важной и влияющей. А на 10 уровне тебе дают прям по-настоящему хорошее уже орудие. 105 миллиметров. Большой разовый урон. И уже можно было бы порадоваться, но бронепробитие там на подкалиберах 190. И бронепробитие на кумулях. Вроде ты думаешь, ну, я могу же пробить какого-нибудь ТТ-10 в лоб, в нижний бронелист кумулем. Но не можешь. Там бронепробитие 240. И все это вообще не весело. Накладывается еще и сюда же то, что на этом танке, я думал, можно будет много насвечивать, но и это тоже сделать крайне сложно. Потому что у всех уже машин на 10 уровне огромные обзоры. И часто они сами себе светят. Большая конкуренция. В том смысле, что очень много ЛТ-шек играет из-за вражеских, из-за союзных танкистов. И просто их реально, ну, чтобы вот тебе нормально посветить, тебе нужно, чтобы всех союзных уничтожили. Ну и вражеские особо не мешали. И чтобы ты еще был такой молодец, чтобы делал все правильно и красиво, не ошибаясь при этом. И это прям такое количество условий, такое количество ограничений, что справиться с засветом на этом танке, например, у меня получается слабо. И это первый из всех колесников, на котором настреливать проще, чем светить. И вот к этому жизнь меня не готовила вовсе. Потому что настреливать на колеснике, как я уже сказал, по показателям бронепробития и прочим всем делам, включая точность, эта задача не самая легкая. Потому что всегда ты просто пронесся на колеснике, что-нибудь высветилось, и противники там пунь-пунь, урон получают, союзники стреляют, всем весело, всем радостно. Здесь такого, повторюсь, нету. Это все замечается в крайне меньшей степени. Ну и надо ли говорить, что толком-то карт, где можно посветить, не так и много. И даже если она выпадает, это не гарантия. Не гарантия, что ты на Малиновке или на Прохоровке дашь большой засвет обязательно всегда. Но бывает часто, что где-нибудь на карте Минск ты там насветишь 4000, или не знаю, на Химмельсдорфе даже, можно тоже пытаться насвечивать шального какого-нибудь чего-нибудь. Ну что ты не можешь как бы гарантировать, оно не постоянно, но иногда бывает. Короче, нету никаких вообще гарантий, что каждый бой на хорошей карте принесет тебе хорошие результаты. И этот был просто для меня как холодный душ. Более того, я ведь играю на этом танке, ну, как бы, как и на всех колесниках, у них базовый обзор маленький, поэтому все, что можно, здесь упарывается в обзор. У меня стоит здесь оптика, вентилятор, и даже еще малошумка для того, чтобы быть наиболее незаметным. Я не скажу, что это прям плохая сборка, она отличная, и она прям, ну, дает о себе знать, и всегда я это чувствую, но просто без досылателя даже. Настолько нам здесь тяжело в этом смысле. И если возвращаться к тому, с чего мы начали, что насвечивать на нем получается хуже, чем настреливать, то здесь уже большой вопрос. Стоит ли этот обзор или маскировка того, что ты не ставишь, например, досылателя? Ведь можно было бы чаще стрелять и не замечать всех этих проблем. Но, тем не менее. Короче говоря, суть и мораль такая, что я вообще не ожидал, какой этот танк на самом деле, пока на нем, наконец, не поиграешь. Настолько все сильно зависит от того, какой рандом, какое время суток, как играют все остальные, что ты не можешь предположить, что вроде бы ТТХ машины про скорость, маскировку, обзор, и ты должен, по идее, быть в этом силен. Но все, практика, расставлять на свои места и уповать больше. Приходится именно на урон. А там с бронетаким пробитием только в борта можно кого-то пробивать, да и то без особых гарантий. Ну а как тогда? А запросто, друзья, у нашего танка есть просто ураганная мобильность. Когда враг отстрелялся, союзник его, допустим, разрядил, ты можешь себе позволить спокойно выйти и попробовать дать и откатить обратно без потерь, потому что все это занимает минимальное время. Сведение практически у нас не занимает времени нисколько. Приехать, отъехать тоже примерно. И это вот настолько быстро, он настолько быстро может выйти, попытаться пробить и уехать, что именно это и есть то, где нам нужно попытаться стать самым сильным из всех на поле боя. Потому что, когда ты возникаешь у кого-то в спине, если это особенно безбашенная ПТ-шка, как правило, она максимально беспомощная. Как в старые добрые времена, еще когда мы на Т-52 притирались какому-нибудь Ягдтигру и он просто ну никак не мог с нами ничего сделать. Тут примерно история та же самая, только за одним исключением. Нам ни в коем случае нельзя никому притираться и никого касаться, потому что масса танка маленькая и урон притараний мы получаем значительно, если будем вести себя безалаберно. И это то, что по-настоящему удовольствие дарит. Например, вот у нас карта Тундра. Здесь светить просто негде. Ну, как обычно, негде и некому наше, это правило рандома. Но даже если бы я бы играл с кем-то во взводе, кто толковый и знает что-нибудь, где будет какой-то подсвет, и то здесь особенных гарантий, что эта идея хорошая нету. А забраться наверх, например, здесь быстрее всех остальных, включая вражеских ЛТ, это идея отличная. И поэтому вот в таких моментах и нужно уповать на все эти наши способности по огневой мощи и мобильности. Удивительно то, что за сколько там я боев, ну, около, наверное, 70 или 80 уже сыграл в момент записи этого видео, у меня не было каких-то прям сверх ошеломительных рекордов по засвету. А по урону бывают. И это очень сильно отличает этот танк от всех в его ветке. настолько сильно отличает, что даже поначалу не можешь привыкнуть и приспосабливаешься довольно долго не допуская, что ну может быть все-таки я вот сейчас вот в этом бою посвечу чего-нибудь. Но раз за разом получается настреливать больше, чем светить. И потому я и делаю это видео, чтобы вам эту мысль донести, потому что я к ней пришел не сразу и возможно терял время. Чтобы все получалось у вас гораздо лучше, знайте, что именно урон есть наша сильная сторона, а засвет это ну как бы так прицепом. Не нужно думать, что этот светляк лучший в игре именно как светляк. Он наверное как светляк-то и лучший, но среда, в которой приходится светить, она не про засвет. Очень сложные карты. Еще раз повторю, очень большие обзоры у всех танков в игре. И ничего особенного здесь не спасает. Вдобавок еще и высокая конкуренция среди ЛТшек, как союзных, так и вражеских. Все это когда накладывается в общей сложности, ты можешь получить только одну карту из 10 сыгранных боев, где хотя бы в теории можно посветить. Где не так и много противников на ЛТ, где есть возможность какие-нибудь там хорошие удобные засветы прострелы карты прокатки или где враг там тупит и ошибается подставляется под твои лучи засвета, чтобы его союзники расстреливали. Все это повторюсь, рассчитывать на это крайне сложно. Особенно в наши эти вот ну такие я бы сказал концентрированные и ядреные времена, когда ну совсем уж глупых танкистов встречается ну немного. Даже артовод вот в этом бою наш союзный может быть вы не заметили, но когда мы там поразбирались на горке нужно было искать вражескую арту он ткнул на мини-карте примерно где она была он видимо там ее выцеливал по трассеру или еще как-то. Артовод союзный вот именно то что нужно сделал просто ткнул на мини-карту и дал мне нужную инфу чтобы я арту эту не искал не чекал не заезжал на А1 квадрат или на А0 не тратил бы кучу времени именно это мне помогло сейчас приехать внезапно в какой-то ну неудачный для вражеского ИСа 7 момент когда он просто там задницы переваливался через ЖД и удалось его подстрелить именно вот это вот даже артоводы сейчас ну а известно что вроде бы арта так класс техники простой не требовательна ни к рукам ни к какому-то мощному компьютерному железу где там требуется большое количество ПС чтобы соврать что происходит даже они сейчас играют очень хорошо очень часто очень хорошо и вообще не забалуешь короче говоря так что вот такие вот дела братцы EBR 105 это танк на котором наверное играть сложнее чем на любом другом танке вообще потому что здесь необходимо справиться с его этой невероятной скоростью с его этой невероятной маневренностью потому что ты каждый раз отжимая скоростной режим и переключая его на маневренный всегда ты должен комбинировать и это прям вот на мышечной памяти уже быть должно потому что если ты об этом еще будешь думать то точно где-нибудь разобьешься или врежешься а уж не говоря о том что правильно стрелять светить и так далее просто вот играешь на этом танке два часа и ты просто весь уставший настолько он непростой но тем не менее для урона он не похож ни на что и мне он очень нравится продолжу вас держать в курсе если вам понравилось это видео ставьте лайк подписывайтесь и всего вам доброго пока-пока пока-пока субтитры сделал DimaTorzok